Теперь по поводу разогрева. Поговорим немножечко предметнее, да? Как это делать и что происходит? И чтобы больше никогда в вашей жизни вы не допускали ошибок подобного рода, когда вы продаете и сразу же говорите людям, «Люди, дайте денег, купите у меня таблетки». Это всё равно, что на свидании сразу требовать секс. Вот помните об этом, что в речи, в публичном выступлении, условно говоря, сексом считается достижением вами результата. То есть если вы хотите, чтобы люди сделали выводы, начали что-то делать, вот это самый главный секс. Они согласились с вами, вот это секс, да? Чтобы они предприняли какую-то, проявили активность, согласились. Может быть, выполнили ваше поручение без контроля, вот это секс. Если речь идёт о продажах, подписании договора, то, собственно, подписание договора – это и будет секс. И самая большущая ошибка – это требование секса в первые же секунды. Вы должны себя вести так, чтобы делать вид, что вам это вообще всё не нужно. Вас должны сами захотеть и наброситься уже на вас. Вот это будет прекрасный результат, понимаете? Но когда же вы просите, а вам не дают этот результат, это очень печально. И, казалось бы, каждый человек, который занимается продажами, знает, что существует сколько этапов продаж. Пять классических этапов продаж легко запомнить, как пальцев на руке. Давайте запишем, потому что ровно всё то же самое, что происходит в продажах, происходит при установлении любого контакта. Когда вы знакомитесь, когда вы хотите подружиться, когда вам нужен результат, и вы его не получаете. Эти этапы абсолютно те же самые. Самое первое – это установление контакта. Запишем. Первое – установление контакта. Теоретически это все знают, что нужно познакомиться, поздороваться, поинтересоваться человеком, но практически никто этого не делает. А я могу сказать, что 90% усилий, которые вы совершаете по достижению результата сделки, подписанию договора, они происходят на этом этапе. Представляете себе? То есть большая часть людей 1% усилий даже меньше тратит на достижение вот этого понимания, установление контакта. Здравствуйте, меня зовут вот так. Вручают визитку и начинают впаривание своей позиции. Ошибка. Еще раз. Делаем вид, что секс нас вообще не интересует. Вас должны хотеть через шубу. Вот это будет классный результат. Поэтому не торопитесь эту шубу снимать. Но это же интереснее. Всем нужна интрига. Что там под шубой, да? А когда вы приходите и сразу все выкладываете, то, что у вас есть, все разбегаются в ужасе. Итак, установление контакта. Что же это? Давайте поговорим об этом. Что это такое? А это вот как раз 4 способа, как понравится незнакомому человеку. Вот вы вроде бы пришли сделку заключать, с людьми договариваться. Надо быть просто человеком. Поговорите, спросите, вы устали сегодня. Может быть, вам предложить чашечку чая? Вам что это так дорого? Стоит эту чашечку предложить? Никто не предлагает почему-то. Вы видите, что стоит женщина с сумками. Возьмите у нее эти сумки. Скажите, могу носить. Отнесите куда-нибудь. Маленькие жесты, не имеющие отношения к тому. Заключите вы сделку, не заключите. Заработаете вы денег, не заработаете. Подпишите вы договор, не подпишите. Нужно просто оставаться человеком. Быть человеком вот на весь этот промежуток времени. И тогда все равно вам будет хорошо по жизни, независимо от результата. К чему это придет? Вы понимаете, что вы были человеком, проявляли внимание. Вы были искренним, добрым, нормальным, а не упырем какими-нибудь. Итак, установление контакта – это поиск чего-то общего. Если вообще ничего нет общего, но мы как женщины мира. Вот вы женщина и я женщина. Мы же всегда друг друга поймем, как женщины мира. Вот я вспоминаю ситуацию. Поехала в несезон в Китай специально, чтобы не было отшлага пингвенариума, вот этих туристов, а посмотреть просто, как живут китайцы. Посетила 10 разных городов. И с моей приятельницей мы зашли в оптику. Я как очкарик со стажем, который принципиально не хочет оперировать глаза. Мне нравятся очки, нравятся оправы, нравится их менять. Ну, в общем, я это дело люблю. И всегда смотрю, где какие есть оправы. Думаю, ну, тут же, наверное, все очень дешево. И сейчас зайду и много всего куплю, целый пакет. Ей заходить не хочется, у нее настроение совсем другое. Но, тем не менее, холодно на улице. Мы зашли, Марина ее зовут. Она в раздражении таком небольшом, что и не так. Выходят две китаянки. И одна идет, вы знаете, идет вот так вот руки делает. И я думаю, что она хочет сделать? А она, знаете, вот так вот руками прям, как будто она... Вот моя сестра родная, которая меня 20 лет не видела, и вот мы, наконец, воссоединяемся. Я думаю, что она хочет сделать? И она мне на каком-то ром-лованном русском, смеси какого-то чего-то, с чем-то, мне говорит из серии, там, могу очки помыть бесплатно. Я говорю, у меня что, очки грязные? Нет, она говорит, просто бесплатно ультразвук. Ничего не стоит. И даже не спрашивая меня, она просто берет медленно, она специально это медленно делала, чтобы я не испугалась. Она не схватила у меня с лица, да? То есть она вот так вот меня загиблотизировала, берет эти очки, куда-то уносит, кладет в контейнер, там, в ультразвуке их моет. Они идеально блестят, идеально сверкают, через минуту она их выходит, дает мне, пока она их там мыла. Вторая тут же, пожалуйста, присаживайтесь, мы садимся за столик. У них ничего в офисе нет, ни чая, ни кофе там, ни еды. Стоит бойлер и вот эти голимые стаканчики прозрачные, которые мнутся в руках, знаете, да, из них противно кофе пить. Она берет эти стаканчики с видом, как будто это чаша Грааля, наливает в них холодной воды, хотя на улице февраль. И говорит, что-то такое, типа, пожалуйста, и вот протягивает мне этот стаканчик. И вы знаете, я беру этот стаканчик, я пью эту воду и понимаю, что да, я действительно отсюда с двумя сумками очков сейчас выйду. И, в общем, все уже у них сделка произошла. Марина садится на диван, ей тоже дают этот стаканчик, она тоже ржет и говорит, видишь, что еще было две минуты назад злобное? Сейчас ты уже сидишь, тебе дали стаканчик пластиковый с водой и журнал полистать. Ну, с таким видом, что вы возьмите наш журнал пока, полистайте, вот тут оправа показана, да? Вам, наверное, что-то подойдет. Просто отдохните, водички попейте. Ну, конечно, через полчаса я оттуда выхожу. У меня две сумки с этими очками. То есть они вообще ничего не продавали, понимаете? Они просто устанавливали контакт. Мгновенно оценили, что вот раздражение, вот усталость, вот крылышками помахали, и все получилось. Почему? Я помню об этом до сих пор, сколько лет прошло. Потому что маленькое внимание, вот этот маленький лепесток внимания, понимаете, который опустился мне на плечо, он дает какой-то энергообмен. Верно? Поэтому нужно, казалось бы, вот все просто людей любить. Ну, вот просто людей любить, а просто им давать внимание. Потому что, запишем, самый большой дефицит в жизни. Это дефицит чего? Ну, не нефти же, товарищи. Дефицит любви, добра, тепла, понимания. Дефицит внимания, дефицит внимательного отношения. Это огромадные дефициты. Поэтому, если вы будете людям немножечко больше этого давать, чуть-чуть, просто вы будете обласканы людьми. Понимаете, что такое установление контакта? Ни слова о сделках, никакого обмена визитками, никаких потрясаний договорами, никаких регалий, медалей и официальных фраз. Вы знаете, сейчас молодежь современная очень сильно стала болеть официальными фразами. Вместо простых фраз в магазинах, еще где-то, в офисах, говорят какие-то сложности, на ресепшенах в отелях, говорят какие-то сложные слова, которые пахнут газетами. Я распоряжусь и мы выясним, сейчас нельзя ли предоставить вам ручки. Вместо того, чтобы сказать, Наталья Евгеньевна, сейчас отойду, узнаю, есть ли ручки. Но, одну секундочку, мы сейчас ручки материализуем. Это стремление выглядеть какими-то слишком правильными, вот такими умными, отформатированными, это неестественно. О каком установлении контакта может идти речь? То есть она стоит вся фальшивая, вся в рамках, вся вот какая-то... И мне самой неловко. Зачем 50 слов говорить, хотя мне просто нужны ручки для клиентов в зал? Простоты побольше, да? Ну вот нормальная, естественная, не такой. Ага, сколько зарабатываешь? Это не та простота, чуть-чуть. У вас просто в машине подбросите же меня до Казани, да? Я же смотрю, у вас нет же никого в машине. Ничего, я сумки свои кладу уже, да? Не вот этой простоты, которая хуже воровства. Итак, 90% усилий это установление контакта, общение с людьми. Как вы себя чувствуете? Почему вы устали? Проходите, располагайтесь. Могу ли что-то для вас сделать? Просто помолчать. Дайте человеку адаптироваться в обстановке, посидеть и помолчать. Знаете, вот есть люди, с которыми ужасно некомфортно. Знаете таких людей, да? Они, например, могут очень много говорить. У них вообще рот не затыкается. И вот говорит, 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 сядет на уши. И ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. И вроде все по делу, а ты уже просто не можешь. Потому что это же слушать, нужно же концентрироваться. А есть люди, с которыми комфортно. Я вот знаю одну женщину в Казани, да, познакомилась с ней в прошлый приезд. В один из первых приездов познакомилась в Национальном музее Татарстана. Она вела экскурсию и рассказывала там про Голенищева Кутузова, про Дурова у его ассистента, которая в мужском костюме жила при армии. Много всего интересного. И я стала с ней общаться, пригласила, попросила ее сделать экскурсию по городу, по Свеяшску. И вот, казалось бы, в человеке нет ничего особенного. Ей 50 с чем-то лет. Она обычно выглядит, обычная женщина, обычный научный сотрудник. Но с ней комфортно, понимаете? Комфортно сходить в мечеть, комфортно выпить чашечку чая. Комфортно помолчать. Хотя мы мало знакомы, потому что она не загружает вот какими-то лишними деталями, вопросами, чрезмерным давлением этих всех историй. Она как-то чувствует, что сказать, где помолчать. И такое ощущение, что я знаю ее много лет. И, конечно, мне захотелось там помочь ей прокачать Инстаграм, найти клиентов. Она не просила об этом. Мне самой захотелось это сделать, потому что различные компании дают ей заказы, забирают себе разницу, ей дают там небольшие средства совсем. Она с утра до ночи ходит по холоду, обслуживает группы людей. Мне захотелось эту ситуацию поменять просто потому, что контакт и комфортность это общение получились на очень хорошем уровне. И если вы будете к этому стремиться, вот элементарная вещь, напишите, быть приятным человеком. Есть люди очень неприятные. Быть приятным человеком. Но это не значит постоянно лебезить, угождать, говорить лживые восхваления, быть льстецом. Речь идет не об этом. Речь идет о том, чтобы не замыкать на себя слишком много внимания. Есть люди, которых, знаете, попросишь помочь. Они себе 150 дополнительных вопросов зададут. Скажут, вытрите, пожалуйста, стол, раз вы решили помочь. А где взять тряпку? А где ее намочить? А как ее выжать? А нормально ли, если тряпка будет вот такая? Господи. Да вы просто вытрите и не замыкай на себе. И нужно стремиться видеть, что человеку надо. Стараться каким-то образом создать ему эту обстановку, в которой ему хорошо. И вам самому будет тоже хорошо. Вот пришел человек на встречу деловую. Просто будьте людьми. Хоть разглядите, что за человек, как он живет. Почувствуйте. Не надо даже спрашивать, задавать бестактные вопросы. Просто посмотрите на него, и вы очень много увидите. Увидите, что он устал, что он не выспался. Увидите, что, может быть, он с чем-то раздражен. Или наоборот, что у него какая-то радость. Возможно, что-то в его семье произошло. Он весь вот на каком-то подъеме. Он сейчас даже не об этом думает. То есть вы много всего увидите. Наблюдайте. Просто наблюдайте. И решение из вашего мозга придет само. О том, как наш мозг принимает решение, я очень советую вам посмотреть видеозапись. Беседа Познера с Татьяной Черниговской, профессором. Шикарная вещь. Она утверждает, что наш мозг принимает решение совершенно без какого-то нашего социального участия. Мы понимаем, что как надо вежливо, как надо правильно, как нас учили родители, что нам говорили. А в какой-то момент ваш мозг бац и делает то, что вы от него не ждете. Вы даже не собирались стукать в ухо этому человеку. Но вы это сделали, и потом... А это сделал ваш мозг. И вы не знаете потом, что с этим делать. И Черниговская прям очень хорошо это все объясняет. Вы начнете лучше понимать себя, и лучше понимать людей, и лучше понимать свой мозг, и свои сильные стороны этого мозга. Посмотрите, это бомбическая вещь. Профессор Черниговская с Познером. Посмотрите видео. Чего не пишем? Забудем же все. Самый тупой карандаш запоминает лучше, чем самые острые мозги. Теперь по поводу спящих. Здесь же в этом пункте первом, да? Спящих, тухлящих и бодрствующих. Есть два типа людей. Два. Промежуточные не берем. У нас будет сегодня все черное или белое. Здесь спящие, здесь тухлящие, они же, да? И так далее. И есть бодрствующие. Один мыслитель, который вряд ли вам знаком, по фамилии Гурджиев, считал, он в советский период жил, умудрялся такие средства зарабатывать при совке, что мог замок под Парижем купить. Нормальное дело, чтобы ученики там жили. Границы переходил прямо под пристальным вниманием пограничников. Умел делать себя невидимым для восприятия человека. И он говорил о тех вещах, о которых сейчас пишут. Позитивное мышление, негативное, аура, визуализация. Он это все знал. У него была прям подключка туда. Очень любопытный типаж. Так вот он считал, что на Земле бодрствует примерно 200 человек. Все остальные находятся в состоянии дедушки-автопилота. Они постоянно дремлют. Посмотрите на лица вокруг. В метро, в транспорте, вокруг, даже в этой аудитории. У большинства людей дымка в глазах. И ведь про них написано. Имеют уши, но не слышат. То есть физический слух-то есть. Имеют глаза, но не видят. То есть они смотрят, но не видят. Точно так же они смотрят в книгу, но видят там фигу. То есть им не открывается тот тайный смысл, который может быть между строк. Что такое состояние дремоты? Здесь я пару слов скажу про гипноз. Гипноз есть двух типов. Классический месмеровский и эриксоновский гипноз. Классический гипноз – это тот, с чем вы все знакомы. Расслабьтесь, ваши руки и ноги наполнены теплой ладой, ваши веки закрываются и так далее. То есть в классическом гипнозе человек должен дать согласие на то, чтобы его загипнотизировали. Что он хочет? Он расслабляется, подвергает себя действию чужой воли, вступает в какие-то эксперименты с гипнотизером. Поддаются такому гипнозу более 80% людей. То есть они лобильны, податливы. А месмер – это был потрясающий совершенно человек, имел несколько научных степеней. Работал с клиентами, у которых было куча мозговых проблем, депрессии и прочее. И он для того, чтобы внушить им то или иное, создавал магическую обстановку. Полутемные помещения, какие-то светящиеся шары, свечи горящие, на которые можно зафиксировать внимание. И человек, фокусируя внимание на этих вещах, немножечко впадал в состояние дремоты. И вот в этом состоянии он им внушал, что они успешные, что они смелые, что они сильные, что они поправляются, что головная боль уходит. И что с каждым днём во всех отношениях они становятся лучше и лучше. То есть работал с психикой. И постепенно месмеровское учение о гипнозе, оно пришло в жизнь, только уже люди не помнят, кто такой месмер. Эриксон заметил другую вещь, что оказывается, есть состояние трансов. Запишем себе транс. Состояние транса – это состояние, которое посещает большинство людей несколько раз в час. Вот вы сидите на лекции, вроде слушаете, вдруг раз вы проваливаетесь в транс. В этот момент у вас дыхание замедляется, взгляд останавливается, лицо становится амимичным, и вы уходите в другие сферы. Кто-то в свои воспоминания, кто-то думает на эротические темы, кто-то вспоминает проблемы, кто-то планирует завтрашний день. А у кого-то просто идёт хаотичное мелькание картинок из детства, комната из детства, что сказала мама, что сказала жена. А какие-то картинки, мелькающие из разного возраста, опыта этого человека, знаете такую тему, да, когда там смена картинок просто идёт? Внутри, внутреннее кино. И вот когда внутреннее включается кино, человек немножко замирает, как лягушка на холоде. Горы-карманники этим состоянием очень активно пользуются. Они работают в паре и знают, что если человек впал в состояние транса, оно будет длиться минуту и более. Вот у него, он стоит в метро, книгу читает и смотрит на плакат, а там написано, твой запах – это не только твоё дело. Он задумался и ушёл в транс. Тот, который подальше и за ним наблюдает, подаёт сигнал тому, который рядом, что можно в сумку лезть. Этот лезет в сумку, а жертва спит. Она не здесь, она в своих там воспоминаниях каких-то. И потом раз, дыхание начинает учащаться, глаза ожили-забегали, тот подаёт сигнал, что всё, хорош. И у них вообще, вот у карманников считается высший пилотаж, тащить у жертвы кошелёк таким образом, чтобы человек, домой придя, обнаружив пропажу, даже не мог понять, в какой момент. То есть он начинает же отматывать, анализировать подозрительные люди, обстановка, кто-то прижимался, меня куда-то толкали, чтобы он даже не мог понять, когда это произошло. Вот это считается очень круто. Так вот, большинство людей находится в состоянии транса не только большую часть дня, но и большую часть жизни. Сейчас я вам это докажу, что в трансе вы провели большую часть жизни. Если вы возьмёте листок бумаги и начнёте детально выписывать свои воспоминания из школы, там вряд ли наберётся воспоминаний больше, чем на 10-15 минут. У некоторых на несколько часов. Редко у кого больше. То есть вы можете помнить некоторые экзамены, многие уже сейчас не могут вспомнить, как звали одноклассников, помнят лишь некоторых, не всех. Очень много людей не могут назвать своих учителей по имени-отчеству, вспомнить. Не помнят номера кабинетов, не помнят ни одного урока целиком, ничего не помнят. Могут вспомнить отдельные вещи, которые они носили, какой-нибудь свитер, какие-нибудь там брюки, платья, но далеко не всё, чем они пользовались, потому что большую часть времени они жили, и как жили все люди, в состоянии автопилота. На автопилоте почистил зубы, на автопилоте поел, на автопилоте вышел из дома, на автопилоте привычным путём пошёл до школы, вернулся со школы. И большая часть времени у недумающих, спящих, дремлющих людей проходит в состоянии автопилота, очень близкого к трансу. И если посмотреть во время концерта, вот сидит аудитория, проанализировать их глаза, заснять на видео и потом сидеть и наблюдать. Большая часть людей проваливается в транс, и из двухчасового концерта они не помнят ничего. Ни названия произведений, ни авторов этих произведений. Редко, там, кто выступает, если сменяются выступающие. Они не помнят и не замечают, кто сидел слева, справа, если, конечно, человек не очень сильно пахнет потом или не наступил на ногу. То есть то, что их пробудило. И только отдельные глаза, как в этой аудитории, не пустые, сосредоточенные, остренькие, как у птички, знаете, которая ждёт, чтобы стащить кусочек сала. Сосредоточенные острые живые глазки. В этой аудитории таких глаз меньшинство, которые внимательно наблюдают, слышат и не дремлют, помнят то, что я говорю, и следят за ходом мысли. С чем-то соглашаются, с чем-то нет. Но у них идёт психическая работа внутри, и глаза не дремлют, понимаете, не дремлют. Большинство спит, спит всю жизнь. И я думаю, что он был прав, к сожалению, что спящих тухляков, миллиарды бодрствующих людей, единицы, оказывается, можно наблюдать за собой. Напишите, да, метод самонаблюдения. И вот вспомни даже русские сказки народные. Иванушка-дурачок ждёт жар-птицу, ему нужно поймать жар-птицу за хвост, и он спрятался в саду. Так вот, чтобы не уснуть ночью, Иванушка делает надрез на пальцы, на мизинцы и засыпает туда соль, чтобы боль не дала ему задрыхнуть. Знаете ещё, что я заметила? Путешествуя по жарким странам, я обнаружила, как много там тупых. Не потому, что их боженька создал чёрными или жёлтыми. Нет. Потому что там жара перманентная. Кровь, оттекая вся кожа, с людей сало течёт, ты салом покрываешься, и такая расслабуха, и постоянно состояние сабай-сабай. То есть не сосредоточиться, ничего не сделать. Да, то есть полежать, жара, походить вялыми опухшими ногами, что-то поесть там, вяло поднести тарелку кому-то, если ты официант. Сосредоточиться, мыслить помогает только холод. Понимаете? То есть когда холодно, надо постоянно двигаться, бегать, чтобы согреться. Поэтому там, где холодно, там же великая архитектура. Она защищает от ветров и непогоды. Там, где холодно, там великие учёные. Там, где холодно, там великие бизнесмены. Там, где холодно, там зона интереса. Понимаете? Там, где Сибирь. Там жизнь, движуха. Там центр вселенной. А хочешь потупить это, сабай-сабай, там временно отупиться, туда вот, в сторону Таиланда, у других стран. И причём люди, которые там живут, именно переезжают, они тоже начинают тупеть. То есть у них реально занятие только одно – покушенькать и полежать. А ещё у них нет смены времён года. Весна, зима, лето, осень. Нету. Ну, нету. Ни золотой осени, ни снега белого, а ни лета зелёного, ни весны мокрой и хлюпающей. А ведь у нас вот это состояние – зима, весна, лето, осень, чпок. Зима, весна, лето, осень, чпок. Нас постоянно – так, купи новую одежду, давай иди в магазин за обувью, вымой тачку, пора покупать ёлку. Иди, да, и выбирай купальник. То есть постоянно приходится встряхиваться. То есть любая смена, она заставляет пробудиться, пробудиться, пробудиться. Поэтому в холодных странах больше бодрствующих людей приходится бегать по плацу. И это заставляет вот в этой движухе нас что-то порождать. И сами вы, наблюдая за собой, за своими детьми и просто за людьми, вы смотрите им в эти земки и пытайтесь определить, спящий, тухлящий, живущий, бодрствующий, перспективный или нет. И когда вот это уже началось, юный пенсер, поднимите мне веки. И вот здесь, конечно, с тухляками очень трудно устанавливать контакт. Их нужно вначале пробудить немножко. Подойди, посмотреть в глаза, что-то сказать, разбудить. Установление контакта – 90% усилий. Вторая стадия. Что это? Второй этап. А? Точно. Выяснение потребностей. То есть все еще не впаривание, то есть все еще не втюхивание. То есть мы все еще не толкаем свою позицию, да, и не высылаем свое коммерческое предложение. Может, оно ехало-болело человеку. Выясни, готов ли человек услышать, нужно ли это ему, есть ли какой-то бюджет, располагает ли он вообще временем, чтобы это слушать, да. И когда звонят эти различные представители из банков, предлагают кредиты, господи, на что люди тратят то просто талант и жизнь, и молодость свою. Я у них вот эту схему ломаю и говорю, как вас зовут? Она такая... Начинается, Наталья Евгеньевна, мы хотим вам предложить вип-обслуживание в Сбербанк. Я говорю, я все понимаю. Ты никогда не один. Всегда рядом с тобой почта России и Сбербанк. Они не покинут тебя... Она так... То есть у нее слом шаблона такой идет, она зависает. Я говорю, давайте поговорим по-человечески. Вы что делаете в этой конторе? Одна мне сказала, я сама не знаю. А другая начала дальше крутить вот эту... То есть у нее сломались шаблоны, она опять набрала воздух. Мы хотим предложить вам выгодную схему кредит. Я говорю, подождите, мне кредиты не нужны, и вам не советую. Вы, наверное, кредитами обросли. У нее опять слом шаблоны. То есть она думает, она не знает, что ответить. Когда я сильно сержусь, я говорю, деточка, не трать молодость и талант. Найди работу получше. А одна мне сказала, спасибо. Я давно об этом думала. То есть реакции бывают разные. Но вы просто будьте человеком. Говорите с людьми о том, что действительно у вас на душе. А иначе получается, он механически поговорил, вы механически ответили и потратили время. А время – это жизнь. У вас украли еще пять минут. У вас украли еще полтора часа. Какой вы богатый человек. Как вы разбрасываетесь временем. Итак, выяснение потребности клиента. Сейчас я дойду до пятого пункта и спрошу вас все пять. Первое, что у нас? Установление контакта. На него мы тратим 90% усилий. Дальше. Выяснение потребностей клиента. А надо ли вообще человеку? И надо ли? И можно ли сейчас? Вот если бы я общалась по телефону с такими людьми, хотя не приведи Господь, конечно. Я бы, звоня говорила, добрый день, я вам звоню от организации, от которой звонка вы не ждете. И, скорее всего, он вас, этот звонок сильно разозлит, потому что это банк. Скажите, у меня есть шанс предложить вам кредит? Или он вам не нужен? Если нет, не сердитесь на меня, пожелайте хорошего дня, и я положу трубку. А дальше могут разные варианты быть, понимаете? Другое дело, что людей заставляют повторять схему, и у них есть процедура, что надо говорить, как начать разговор, как закончить. Вот это страшно. Потому что зомби – это человек, запишите, который более двух раз делает одно и то же. В его тело поселили программу, и он должен как граммофон, как пластинка повторять. Добрый день, мы хотим пригласить вас на бесплатный класс по красоте. Я понимаю, но в городе Петрозаводск уже все женщины подписаны. Уже скоро кошечек будут подписывать и собачек. Половина подписана в «Амвэй», половина подписана в «Марикэй». А вы меня хотите пригласить на бесплатный класс по красоте? И так по 30 раз в день получи 30 отказов в день, получи 40 отказов в день. Ну а как же мозг? Как же жизнь? Как же естественность? Как же размышления? Как же рассуждения? Как же это всё? И вот если, да, ключевое слово вы тут «если» запишите, если человек действительно готов покупать у вас вагон кофе, или в принципе он рассматривает сейчас какие-то предложения, да, тогда можно сесть к чашечке чая и поговорить. И только в этот момент нужно делать презентацию коммерческого предложения. Ещё раз, вот эта вот огромнейшая ошибка вот здесь. Презентация коммерческого предложения. Напишем просто впаривание. Вот то впаривание, которое вы начинаете, к сожалению, вот на этом этапе, да, достаете свои приспособления, которыми вы убиваете полностью понимание. Вот это вот предложение кредита договора, вариантов работы, всё что угодно можно делать только в том случае, если контакт налажен. Если не налажен, возвращайтесь к пункту номер один. Либо покидайте этого человека как бесперспективного. Не тратьте энергию на пустое. Вы потратите энергию, а результата всё равно не будет. Только после того, как установили контакт и выяснили, что человек, в принципе, может рассмотреть и послушать. Вот тогда вы говорите, у нас есть такие возможности, такие условия, это стоит столько, нужно сделать вот это, то есть, а в обмен вы получите вот это, вот. Вот, а дальше начинается что? Возражение. Дальше начинаются возражения. Человек говорит, да, но это слишком дорого, да, но мне это вообще не подходит, да, но я это себе представлял по-другому. И здесь начинается работа с возражениями. Вроде бы механически эти этапы все вы, ну, как бы выучили, да. Установление контакта, выяснение потребностей, презентация коммерческого предложения и работа с возражениями. Но почему-то, выучив эти пункты, они опять подходят к человеку и говорят, дай секс. Подождите, ну как же так? Зачем вы учились? Потому что внутри каждого человека сидит ребёнок. Он видит игрушку, и надо её сразу забрать. Это что-то вроде того, когда мужчина видит женщину, которая ему понравилась. Если мужчина идёт к женщине, значит, она ему понравилась. Всё. То есть он видит, и он идёт. Он, неважно, что он говорит, как он шутит, что он там предлагает, придумывает. Главное, нужно видеть сразу, он идёт к женщине. И вот в нас, во всех этот ребёнок сидит, который видит цель, нужно её сразу взять, и к ней руки тянутся. А не получается. Нужно чуть-чуть быть хитрее. Потому что, когда мы дети, нам так всё дают. А если что, можно всегда старшему брату, пожалуйста, или мама с папой в школу прибегут, там порядок наведут быстро, да? Потому что мы главные люди в жизни. А вот когда мы выросли, приходится не вот так вот брать вот эти игрушки с полки. Когда всё для тебя, детка. Не всё для тебя. Не ты поп-земли. Ты прикинь, есть ещё и другие люди на свете. У них тоже есть свои интересы. И все хотят этот цветной трактор. Ещё раз, да? Делаем вид, что нас трактор вообще не интересует. Просто не интересует. Дальше делаем пируэты различные. На что направлены? Ну, вокруг трактора, конечно. На что направлены пируэты? На хозяина этого трактора, чтобы что? Немножко поднять ему настроение, развлечь, влюбить в себя. Давайте так напишем. Немножко влюбить в себя. Учитесь, пожалуйста, людей чуть-чуть в себя влюблять. Любых. Вот этих Альбин, Олегов и так далее. Независимости возраста и пола. Расскажу байку, чтобы вы чуть-чуть расслабились и лучше запомнили. У меня есть клиент. Его зовут Олег. Он работает юристом. Высокий, брутальный, говорит басом. Очень харизматичный, глаза чёрные. Женщинам нравится. Живёт с приколом. Достаточно прямолинейный. Говорит, семья не для меня. Связывать себя узами с кем-то одним я не могу. Я сразу говорю, что это не моё. Что я полигамент. Ничего не могу с собой сделать. Ну, вот такой вот он. Своеобразный. И говорит, я нашёл шикарный способ заключать сделки. Вот прихожу на какие-нибудь переговоры, там выбирают юриста. Они там какие-то свои достижения перечисляют, ещё что-то. А я, говорит, просто сажусь и смотрю вот так на мужика. Как будто он мне нравится. И, говорит, он теряется. Начинает как-то так. Но всё равно, говорит, срабатывает. И договор всегда подписывают со мной. А потом, говорит, договор подписан. Я, говорит, ему своей лапой жму руку. Я говорю, увидимся. И, говорит, самое удивительное, что потом некоторые начинают звонить. Там что-то это. А я, говорит, вообще не при делах. То есть я не говорю, что надо так делать. Но я говорю, что один маленький вот этот штрих, да, в условиях, когда людям не хватает внимания, любви, интереса, эмоций, интриги, движухи, а он с ними в эту интригу играет. И они в счастье. И ручки они с вами договор подписывают. А есть другой у нас типаж в Питере тоже человек, совершенно реальный. Работает в автосалоне. И тогда, когда другие получают комиссионные 30-40 тысяч, он получает 300-400-500 тысяч комиссионных. Как же ему это удаётся? А очень просто. Он зарегистрировался на всех мамбах и так далее. Там его красивая фотография представительная. Он в автосалоне в шикарном. На встречу выбирает женщин только за рулём. На хороших машинах. Приезжает на встречу на тест-драйверском Мерседесе. И начинает никаких вообще переходов на секс, там что-то это. Угощает, крыльями машет, рассказывает, говорит комплименты, перечисляет все достоинства той Ауди, БМВ или там, на чём они приехали. А потом, говорит, тебе нужен Мерседес. Это не твой уровень. Причём, смотри, твою тачку, вот эту Ауди можем просто поменять. Только небольшой кредитик на тебя оформим и всё. Я помогу. Это вообще вопрос одной недели. Приходи ко мне в салон, я тебе всё сделаю. Это уже не, это шлак. И он продаёт просто десятки машин. И самое главное, никто не обижается. Понимаете? И у каждого должен быть свой стиль. Джек-потрошитель работал только по выходным. Пушкин любил пострелять в бане. Суворов просыпался в два часа ночи и кричал, «Кугариков!», чтобы взбодрить себя. И у вас должен быть свой стиль. Шаблонные подходы не работают. И, вспомнив эти две околосексуальные истории, я лишний раз вам показала, что Фрейд был прав. Миром движет неудовлетворенность. Удовлетворяйте людей виртуально. Запишите. Людей надо виртуально удовлетворять. Давать им радость, надежду. Комплименты, юмор, подсказки, советы, помощь, участие. И потом, чтобы не пострадать физически, исчезать. И пусть остается легкое облако от вас, от вашего очарования. Да. Легкое чувство неудовлетворенности, которое движет миром. И пятое, граждане, трудящиеся, пункт номер пять. Это завершение сделки. Это не обязательно да. Если человек говорит вам нет, вы говорите, знаете, имейте внутреннее достоинство и мужество. Некоторые ведь, как в детском саду. Вы заходите, меряете шмотки во всем магазине, вам ничего не нравится. Упырическая продавщица из-за занавески вас спрашивает, вам что-нибудь подошло? Размер нормально? Да, то есть она на вас давит, чтобы вы что-то купили. А вам ничего не подошло, вы выходите облегченный, сохранив деньги. И тогда она не тратит уже на вас свои калории, всем видом показывает, что фу, отстой. Разве он может что-то купить? Фу. Или она? Идите. До свидания. Вот это неправильное завершение сделки, потому что человек больше никогда не придет в этот магазин. Что с мозгами-то случилось? Что, смысл жизни, что ли, тряпку продать? Смысл жизни? В чем? Жить весело, с приколом, по кайфу. И чтобы человек тоже кайфовал, да принеси ты ему, пусть весь магазин перемирит. Стоишь тут одна, горюешь. Хоть шмотки сложишь за ним. И если вам сказали «нет», боже мой, вы должны быть еще более позитивны, чем если вам сказали «да». Да, это уже неинтересно. Значит, я вам говорю «нет». «Нет». А вы говорите «как здорово». У нас будет еще повод для дальнейшего общения. Я всегда говорю, если вы все-таки передумаете, или если вы поучитесь у других тренеров, и решите улучшить качество обучения, или сравнить. Вы, пожалуйста, звоните, приходите. То есть я даю людям возможность, испортив ситуацию, ее наладить. Да? Запишите. Уходить, дверью не хлопать. Люди русские говорят «не плюй в колодец, пригодится воды напиться». Однако же тот внутренний ребенок, что в нас сидит, очень часто именно плюет в колодец. Как же так? Моим предложением пренебрегли. А если вы получили отказ от женщины, которая вам нравится, или не обратил внимания мужчина, который вам приглянулся, в каких злобных фурии превращаются люди, они готовы отомстить, даже уничтожить. Как же так? На меня такого прекрасного или такую замечательную. Не обратили внимания. Нужно проще относиться к себе. Проще, легче. Ты не единственная женщина на свете. И ты не единственный мужчина на земле. Вот эти все посылания. Иди. Никто не будет себя терпеть, как я терпела. Никто не будет так заботиться. Пойдешь, узнаешь. Да слава тебе, Господи, пусть он пойдет и узнает, что кто-то заботится о нем лучше, чем ты, детка. Может, ему крупская нужна, а из тебя крупская как-то не очень. Ты же продукты портишь. Тебе же нельзя ничего доверить. Ты же готовить не умеешь. У тебя же руки из тазобедренного растут. С чего ты решил, что-то самое волшебное в жизни. Дайте человеку шанс. Вовсе не значит, что именно рядом с вами он прям, знаешь, в шоколаде есть. Себе дайте шанс. Человеку. Вы поняли, что такое конец, да? Он не должен быть вялым. Расставаться с проклятиями, с веником, поставленным в вазу в день свадьбы. Это не та ситуация. Это некрасиво. Товарищи, найдите в себе мужество. Подарить колечко. Принести цветочки. Поблагодарить, сказать слова красивые напоследок. Мало ли чего. Да и вообще как-то себя не уважать потом. Верно? Вы понимаете, что такое заключение сделки-то в конце? А? Как вы поняли? Как надо сделочку-то завершать? Ежели вам отказали. Чтобы можно вернуться было, да? Знаете, в Финляндии, в некоторых бассейнах вещество такое краще добавляют, что если, например, вы в туалет не сходили, как вас просили там заранее, то когда вы это делаете в бассейне, там вокруг вас малиновая лужа образуется. Вот если бы все малиновые лужи, которые мы делаем, сразу же становились заметны, люди бы вели себя совершенно по-другому. Итак, кто готов повторить пять этапов продаж? Или пять этапов сделки? Или пять этапов переговоров? Запишите. Как только вам человек сказал «да», берите сразу за жабры и спрашивайте «когда». Когда мы подпишем договор? Когда вы переведете предоплату? Когда вы заедете к нам в офис? Когда я могу снова вас навестить? Когда я могу позвонить вам, да? Ну, в конце недели это обтекаемо. Конкретно в пятницу после трех, в четверг после двух. За какое время мне нужно позвонить? Еще раз. Если человек говорит «да», нужно дожимать. Запишите, пожалуйста, что свойство руководителя, свойство человека с лидерскими наклонностями – это способность дожимать до результата. Дожимать. Очень многие люди не умеют дожимать. Не умеют дожимать ни до какого результата. Ни в отношениях, ни в работе, ни в творчестве. Начнут картину и бросят. Договорятся на полпути и не напомнят. Нет, погрозятся подать в суд и не подадут. Надо все доводить до логического завершения. Дожимать. Еще раз. Да, это значит что? Когда? Если нет, может быть да, и снова звоните. Так, теперь. Работа с возражениями. Напишите, пожалуйста. Есть принципиально два типа возражений. Два. Первый тип возражений. Это существенные возражения. То есть, когда человек искренне правду говорит, как есть, почему он не хочет с вами иметь дело, работать. Это редкий вариант, когда вы приходите на собеседование, а вам говорят, мы вас не берем на работу. Обычно говорят, мы вам перезвоним, начинают водить за нос, не перезванивают или называют какие-то другие причины для отказа. Вот я, например, если не хочу человека обижать, я могу сказать, вы знаете, у вас такие лидерские качества, вам мелкая офисная работа, бегать с бумажками, это просто не ваш уровень. Вам нужно работать на себя. И удивительно то, что некоторые ведь спустя время пишут, Наталья Евгеньевна, помните, вот я на собеседование пришел, вы сказали, надо на себя работать, я ведь не пошел больше в наем. Я теперь на себя работаю. Если вам отказали где-то, кто-то, имейте мужество спросить. Входим в шаттл, в контакт и задаем вопрос. Могу я поинтересоваться истинными причинами отказа? Я чувствую, что вы не возьмете меня на работу. Мне важно знать, почему. Одна девочка мне сказала, меня не берут на работу уже в 20-м месте. Представляете себе, какая работа с возражениями? То есть она нашла мужество спросить, почему ее не берут на работу? И она говорит, Наталья Евгеньевна, вы можете мне правду сказать? Почему? Я говорю, ну, вы уверены, что хотите слышать? Хочу. Я говорю, даже запишу. Доставит листочек, записывает. Я ей говорю, вы знаете, вот вы пришли, снег, непогода, соль на улицах, и у нее мокрые брюки внизу, и между сухим и мокрым такая каемочка соли. Говорю, ну, если такое дело, можно же переодеться где-то, да, прийти с кем-нибудь, вот не с этими пакетами, мешками, кто-то подержит в коридоре, вы зайдете в нормальном виде, да, обувь. Пойдите, протрите обувь, она вся грязью забрызгана. Она так смотрит без всякой обиды, говорит, да, да, хорошо. Я говорю, давайте прямо сейчас. Она идет в санузел, вытирает на чистую обувь. Что-то еще? Я говорю, ну, запах. А что? Я говорю, ну, как что? Недостаточно попшикать, а то ощущение, что как будто под елочкой что-то случилось. Надо душ принимать. Говорю, рубашечка, уже, наверное, годочек шестой-седьмой вы ее носите, она пожелтела. Пожалуйста, для собеседования отбивите, купите новую, отпарьте. Вот просто элементарно внешний вид. Она абсолютно не обиделась. Я о ней забыла. Проходит полгода. Я беру на работу девушку, на подработку помощником тренера, и она начинает осваивать тренинг улучшения памяти и прекрасно преподает, я вам скажу. И она мне говорит, а вы что, меня не помните? И показывает мне этот листок. Она пришла, полностью упакованная, все сделала, брови отредактировала, запах свежий, ресницы накрашенная, маникюр, свежачок и скинула еще 7 кг. Я ее реально не узнал. Вот как важно работать с возражениями. Не бойтесь, получите людей истинную причину отказа. Не наезжайте на них, а просто скажите, скажи мне, что тебе не нравится во мне, если речь идет об отношениях, что я делаю не так или может быть тебе неприятно. Спросите у начальника, почему он раздражен, что не так. Спросите у партнера. И здесь очень важный психологический переговорный прием. Запишите. Универсальных средств нет, но есть одно шикарное средство, которое будет помогать. Такой вопрос. Что я должен сделать, чтобы вы согласились? И вот тут вы человека уже загнали в угол. Он или скажет, нет, мы не будем с вами сотрудничать и объяснит, почему. Вот, ну не будем, вот не хотим, вот вы нам не нравитесь. Либо он скажет, вот знаете, вот если бы вы поменяли упаковку у этого товара, мы бы взяли большую партию. Или, знаете, на самом деле, если бы вы предложили не за 1700, да, вот этот комплект, а хотя бы за 1500, у нас есть предложение лучше, мы бы работали с вами, с вашей типографией. Но дело даже не в этом. Наш мозг очень интересно устроен. Давайте нарисуем знак вопроса. Потрясающе устроен наш мозг. Вот он. Это спиной мозг, это глаза. Он устроен так, что если вы задаете вопрос человеку, мозгу, любой, мозг начинает искать ответ. в 100% случаев. Человек может не хотеть отвечать, ему может не нравиться ваш вопрос. Но мозг найдет ответ. Примерно. Какого вы роста? Сколько у вас при себе денег? Помните ли вы свою первую женщину? Как вы с ней познакомились? Какой ваш главный страх? В чем вы не уверены? Что самое подлое вы совершили в жизни? Независимо от того, услышу я ответ вслух или нет на эти вопросы, иногда неприятные, мозг начал отвечать. Вы представляете себе, какие возможности это дает нам? Вы можете управлять ходом мысли собеседника. Боже, что я сейчас им сказала? Господи, да это же пособие по манипулированию. Еще раз. Задавая вопрос, вы управляете ходом мысли собеседника. Таким образом, правильно строя вопросы, вы получаете нужный результат. Вместо того, чтобы сказать, ты плохо работаешь, ты не справилась с этим заданием, нужно что сказать? Есть ли что-то, что тебе не нравится в качестве твоей работы? Мозг автоматически начинает думать, что я делаю не так. То есть, не нужно обвинять, нужно дать человеку шанс самому себя обвинить и не становиться судьей. Никогда люди не принимают то, что мы говорим, обвиняем, требуют. Поэтому, если я спрашиваю, что я должна сделать, чтобы получить этот заказ? Что мне нужно сделать, чтобы получить это рабочее место? Оно мне нужно. Вот нужно. Что я могу сделать? Есть ли хоть что-то, что я могу сделать, чтобы это место получить? Мозг начинает думать на эту тему и дает ответ. Да, вы можете сделать то-то, нет, потому что все, ясность, научитесь дожимать, не бойтесь услышать отказ, узнайте, почему вам отказали, исправьте эту ситуацию и становитесь ангелом. Ангел в переводе с греческого означает посланный. Вас посылают, а вы возвращаетесь, у вас посылают, а вы возвращаетесь, у вас в окошко, а вы в форточку. Это называется живучесть. Понимаете? Если женщина говорит нет, это значит может быть. Если она говорит может быть, это значит да. Так говорят французы. А если она говорит да, она не леди. И на что рассчитывают женщины, когда они говорят нет, не звони, не пиши, исчезни из моей жизни, они во многих ситуациях рассчитывают на то, что своего рода проверка подсознательная, будет ли настаивать, будет ли звонить, будет ли добиваться. И если человек сразу же отказался, он не жилец. Зачем это нужно? Не создать проблем потенциальному спутнику жизни неправильно. Нужно немножко побороться. Человек не будет ценить то, что он получил без боя. Верно, вам самому не интересно все, что оно само доступно. Так ведь? Нужно то, что не очень доступно. Именно вот оно, оно интересней. Не всем, конечно. Тухлякам только то, что без сопротивления. Ну уж каждый сам решает, тухляк он или нет. Вообще, вы знаете, для закрепления материала расскажу о том, что у моих родителей жил кот, его звали Мася. Папа очень любит котов. Он вообще такой старый кошатник со стажем. Он написал стишок. У меня есть кот, я его люблю, я ему живот пальцем надавлю. крутой стих, чем не огне бортов. И вообще коты все собаки и все животные они отца прям когда видят все к нему идут. И папа решил котика не кастрировать. Ну зачем животное мучить, животное лишать самого дорогого. Но Марси был домашним котом, и он никогда кошек не видел на улице. Он не видел, как это все происходит. А котят на самом деле взрослые животные обучают всему. И только если котенок видел, как происходит, он ориентируется. Ну поскольку у Маси начинались периодические обострения, ему уже не подходило ни старая кофта, ни что-то другое, отец приносил, брал друзей кошку и приносил на 2-3 денечка Масе снять стресс. Масе ничего не мог сделать. Он ходил как пьяный, то есть он смотрел на нее, она съедала его еду, она царапала его по морде, она на нее шипела, он лежал рядом. Когда кошку уносили уже, друзья говорили, ну слушайте, ну сколько можно, уже кошечка домой, уже ей пора. Ее забирали, и вот тут Масе превращался в зверь. Он ходил, метил территорию, он рычал, он кусался за ноги, он задними ногами вот так делал. Он готов был разорвать все. но как только приносили кошечку. Он впадал в состояние гипноза и вяло пытался что-то сделать, но получал всегда по морде. Почему? Потому что для того, чтобы сделать дело, нужно прилагать усилия, нужно иметь опыт. Профессионализм это абсолютная уверенность в получении результата. Вот вы уверены, что вы справитесь с этим делом, с этим заданием. В этом есть что-то мужское, что-то взял то, что нужно и покрыл. Не надо стоять и просить, понимаете, и умолять на коленях, и по полгода признаваться в любви. Можно я тебе что-то скажу, ты не обидишься, стоять на коленях плакать с вялым цветком одним. Это неправильный подход. Помните котика Масю, помните, как важно проявлять свои качества, когда кошка рядом. никогда она ушла, и вы в теории такой вообще крутой самец. Я сейчас не о гендерном, не о половом, понимаете, я сейчас говорю о неком духовном пенисе, который внутри каждого человека сильного должен быть. Духовном. когда вы можете окоп выкопать, когда вы можете отстоять себя, свою точку зрения, свою семью, свое государство, свои границы, когда вы не позволяете себя обижать, когда вы вмешиваетесь, если обижают кого-то, когда вы претерпеваете трудности, когда вы боретесь с болезнями. А что здесь такого? Это прекрасная анатомическая аллегория, не вижу в этом ничего странного. когда возникает цель, подними голову выше, не тухлее, будь бойцом, будь твердым. Это же не я придумала эти выражения, будь твердым. Что значит твердым? Мое же состояние тела не меняется, речь о другом. Будь твердым. Помни, Джузеппе, бросай курить, занимайся спортом, скидывай лишние килограммы. Они такие родные. Каждый килограмм жира это километры лишних сосудов. И когда сердце гоняет кровь по жиру, на мозг и другие органы остаются мало. Нужно действовать, товарищи. Поэтому сушим тело, укрепляем дух, читаем книги, слушаем аудиокниги, бегаем по плацу, не забываем о чувстве юмора. Живем, развлекаемся с радостью, с кайфом, с удовольствием. культивируем в себе огонь, не тухлый ручеек, огонь, чтобы вы были той свечой, которой идут погреться другие люди. и укрепляем. Спасибо. До встречи! Продолжение следует...